В предыдущей серии битва была неизбежна, и все заработало по шику. Стоя перед своим творением, я понимал, что впереди меня ждет тяжкий путь. И вот, после проверки слайсера я обнаружил еще одну вращательную штуковину. Скрафтив и разместив механизм, я поставил блок березы и... снова лажанул. Думал я так, до момента, пока не додумался кликнуть по вращателю. Вдруг оно завертелось, так как мне и нужно было. О да, детка, сила мозгов. Процент от всего задуманного дела был сделан. Теперь мне предстояло найти механизм, способность скашивать выросшую картошку. У меня был выбор, либо комбайн, либо плуг. В тот момент я точно не знал, что именно мне нужно. Чтобы разобраться, я решил скрафтить сначала комбайн. Это оказалось вполне логичным. А чтобы провести тест на работоспособность скашивалки, мне был необходим клей. После манипуляции созданием слизи, я получил тот самый клей. Убрав березовый блок, соорудил подобие вала и приклеил к нему механический комбайн. Запустив вращатель, я с облегчением вздохнул, ведь ничего не отлетело и не слетело. А теперь мне нужно было убедиться в том, что комбайн, а не плуг, это именно то, что мне необходимо. Задумка с проведением теста была проста. Создать штуковину, способную выдвигать поршень на несколько блоков вперед. Вот и сказочке конец. Установив бэйбу, я в нее воткнул удлинители и провел валы. Поршень двинулся, а я осознал, что я идиот. Затем масштабировал огород и вновь запустил механизм. Комбайн работал так, как я и рассчитывал. И вот, со знанием тонкости, я установил вращатель на территории огорода. К ночи создал еще 4 механических комбайна. Затем пересадил все овощи, с исключением меня, на новые грядки. Закончив дело, я вспомнил о звезде, выбавшей ранее с поверженного босса. Тогда я решил, что самое время заняться крафтингом. Приметив предмет для крафта, я отправился за необходимым ресурсом. Какого-то черта, именно в этот момент времени коровы вдруг дружно аннигилировались из этого мира. Даже найти циклопа, который меня ранее убил, было проще. Однако, с ошеными нервными клетками, я все же обнаружил корову. Сделав неприличное дело с ней, я поспешил домой. И там создал гаджет из Бравла. После этого, я занялся протягиванием валов для крутящейся штуковины на ферме. Работа, на удивление, заняла почти весь день. И лишь к ночи, я наконец закончил ее. Зато, мой новый аттракцион работал, как и планировалось. Теперь, мне нужно было создать мини-завод, который бы автоматически собирал всю скошенную картошку. Ну, а для этого требовалось огромное количество материалов. Пришлось спуститься, батрачить в недра пещеры. Но заметил, что за время моего выживания, я стильно сократил популяцию эндезита в тех краях. Глядя на работу комбайна, я улыбнулся в погнище Джокера. Оказывается, крутилка не только собирает картошку, но и автоматически садит ее. Теперь, мне нужно задумываться, как бороться с областением огорода. И под эндорфинами, я протянул валы до будущего участка завода, где планировался сбор урожая. Следующий шаг был увеличением скорости вращения для системы автоматического сбора. Тут ничего интересного не было. Поздней ночью, когда я наконец завершил крафт вентиляторов и начал их устанавливать, мне стало не по себе. Неприятно идти к в глазу под ритмом музыки из дома, появился от нашествия фантомов. Как же я их ненавижу. Запустив горелки парового двигателя, я резко осознал, что нужно будет сделать еще парочку заводов. Весь день прошел в беготне туда и сюда, возвращаясь домой после очередной нелепой кончины. К ночи я наконец приступил к расчистке территории. Но взрыв крипера разумил меня. НУЖНО СДЕЛАТЬ ОГРОМНЫЙ БОР Эта идея зацепила меня, и я решил, а чего бы и не сделать? Установив сборочную станцию, я в образе рабочего альянса принялся вырубать все деревья. А? Опять работа? Утром, после батраческих работ, я смог сделать запас андесплавов на ближайшие дней 20. Затем меня охватил вопрос, а как остановить вагонетку ровно в автосборщике? Эта мелочь для меня оказалась сложнее, чем я думал. Чувствуя себя полнейшим идиотом, к наступлении ночи мне в голову все еще не пришло простого решения. Поставить черта в блок перед автосборщиком. Вооружившись клеем, я начал придавать форму будущему буру. Это была лишь основа, но она уже внушала, как я, что-то мощное и грандиозное. Затем еще бэхнул полстаколинейных шасси. И вот, наконец-то приступил к последнему этапу. Создал 36 механических трелей. Лучше вам не знать, насколько я пустил мой банк ресурсов на тот момент. Ну вот, разместил эти 36 деток на буровой машине. За лесовой частью бура я присобачил сундуки. Ведь куда-то должны поступать, а не выпадать все ресурсы. Затем я добавил к заднице бистоплук, чтобы он собирал автоматические рельсы. И финал. Ночью я совершил ограбление. Ну, забрал тыкатели со сборочной ленты и установил их за лицом бура. По идее, теперь мой бур мог работать вечно, ведь рельсы не тратились. Но вот когда я взял этого монстра в руку, тут-то и начались проблемы. Для начала. Как мне его вообще нужно было запустить? Затем, как оказалось, тыкатели работали чертовски странно. На утро я придумал, как дать импульс буру. Размножив кошек, я все оставшееся время сортировал сундуки и рюкзаки. Но затем освещал новую территорию. Весь 60-й день. Как ты думаешь, что я делал? Правильно, не холошал территорию. На 61-й день тот же вопрос. И вновь правильный ответ. Не холошал территорию. Ну а ночью, ты не поверишь, я начал делать платформу на воде для нового завода. Утром я продолжил строительство платформы. Дома собрал все оставшиеся несожженными из-за моей лени саженцы и отправился на новую платформу. Посадив негодников, я взял в руку костную муку и начал превращать малюток в гигачадов. Меня интересовало, какой из видов деревьев даст больше бревен. Когда нашел своего фаворита, очевидный выбор был сделан. Именно эти обреченные станут моими очередными заложниками. Ночью, под покровом темноты, я расставил метки для будущих точек роста деревьев. Но не бум-бум, я просто поставил блоки, на которых будут расти деревья. Затем проложил рельсы. Утром меня ждало неприятное открытие. Все мои запасы железа пошли к коню под хвост. Мда, бух. Но вместо того, чтобы унывать, я вспомнил о колоссальной жиле железа, на которую наткнулся раньше. Собрав за гребущие руки все необходимое, я отправился туда. Добравшись до места, установил блок и с удовольствием наблюдал, как вездесущий демон поглощал все и вся. Три ходки, и вот, уже значительная часть этой гигантской жилы исчерпалась. Как бы в будущем не пришлось говорить. Нужно больше золота. Кхм. Железо. И я собрал все ресурсы, которые добыл мой верный бурж. Честно говоря, не могу понять, почему я не сделал его раньше. Ну, короче, теперь у меня был целый набор материалов начинающего геолога. Вернувшись домой, сделал склад побольше. А потом, со своим СДВГ, переключился на создание двух пил. Как ты понял, все во благо прогресса. Я, с улыбкой Джокера, проверил работоспособность Денжи. Белы крутились, да и работали идеально. За исключением одного маленького нюанса. И от чертов идиот, забывший добавить сундуки для сбора ресурсов. Исправив траблик, я решил проверить одну занятную теорию. Используя поршень с шестом, я наблюдал, как работает система. И тут меня ждало разочарование. Активатор, казалось, работал так же плохо, как я учился в школе. То есть, вообще никак. Но он оживал, в отличие от меня, лишь тогда, когда был без движения. Затем, повернув это чудо, все заработало. Странно, конечно, но что поделать, иногда технологии ведут себя, как легенда. Теперь настало время испытать моего механического дружка в действии. Я запустил его, из замирания мозга наблюдал за работой. Вывод напрашивался сам собой. Активатор, штука капризная, что свеклась детс. Работает через раз, и каждый раз по-своему. Хм, ты получил мой портрет. Ну, так вот, передо мной встал новый вызов. Нужно было придумать, как организовать подачу ресурсов от монстра на будущий конвейер. Мой мистер Брейн выдал идею. Итак, я собрал пять автономных активаторов и установил их рядом с точками роста берез. Эти кулачки взяли на себя обязанности бога. Утром я установил водяные колеса. Подключив к этому движению автономные активаторы. Я с облегчением подумал, что все работает как надо. Но оно работало как надо. Далее я занялся ресурсной мув частью. Я даже умудрился зафайтиться с китами ради ламинарии. В начале этого дня разобрался с тем, как сделать сортировочную станцию при помощи фильтров. Поняв, я задумался о передаче материалов на сортировочную станцию с монстра. Сперва сделал прожекторы, думая, что это что-то крутое. Так как я не знал, что это. Свои-то года. Но я догадывался, зачем они нужны. Затем я решил опробовать умный жёлоб в действии. Но поняв, что ранее сделанная конструкция была полной као. Поэтому утром я, полагаясь на свою вроде как рабочую теорию, собрал сортировочную станцию. Все, выглядело многообещающе. И я с уверенностью запустил механического коня. Но радость быстро сменилась разочарованием. Не удалось сделать. Так как стык с хранилищем оказался промахом на всю стопку. Все пришлось разбирать и начинать заново. Перебравшись к новой идее, я понял, что задумка с жёлобом оказалась полной какахой. Но, не опустив руки, я взялся за создание портативного складского механизма. На этот раз всё пошло как нужно. Вновь и доизменил монстра. Проверив, как ведёт себя Дэнджи, я испытал ощущение рэкстаза. Но не успел я насладиться этим моментом, как вскрылась проблема с перемещением ресурсов. Звуки негодования одновременно с раздражением и разочарованием. Я не знаю, как их издать. Это вмиг поставило меня в тупик. Но, к счастью, решение нашлось и я оперативно всё исправил. А потом, сам не понимаю почему, я вдруг решил снести сортировочную станцию, которую так тщательно строил. Затем протянул валы и подрубил вентиляторы. Теперь всё было на своих местах и механизм работал, детка! Когда пришло время превращать брёвна в древесный уголь, мощности вдруг оказалось недостаточно. Первое, что пришло на ум, добавить ещё вентиляторов. Казалось бы, простое решение, но очередной провал не заставил себя ждать. Попробовал замедлить ленту, надеясь на то, что это спасёт положение. Но снова неудача, и в этот момент я вспомнил о контроллере вращений. Той детали, которая могла стать панацеей от всех проблем. На руинах былого завода я воздвигнул новый завод по сборке ингредиентов для крафта. И закинул на ленту три золотые пластины, чтобы они преобразовались в элементы механизмов. На выходе я получил два двигателя. Вернувшись домой, смастерил два контроллера. Полагаю, что теперь всё пойдёт как по свекле. И о том, что будет гуд, а не то, что будут измываться над свеклой. Усёк! Затем установил первый шаг, ну и назначил скорость вращений. Но ничего не произошло. Я тогда был в ступоре. Решил, что конвейерная лента и так была на минимальной скорости. Тогда я установил контроллеры на вентиляторах. Но вновь ничего не произошло. Попробовал изменить вращение, исходящее сразу от водяного колеса. Но результат тот же. Начались настоящие танцы с бубном. После множества попыток мне стало ясно. Нужно было установить большую шестерню, на которую бы уже воздействовал контроллер. И вот я замедлял конвейерную ленту до скорости. Эээ, дай пять минут вас ввать. Но наоборот, действительно, очень медленно. Когда я, наконец, бросил дубовое бревно на часть завода по плавке рут, Оно неожиданно превратилось в уголь. Черт подери, это гениальное решение. Добавить частицы к бревну, когда на него дует горячий воздух. Спасибо. Таким гением я себя еще никогда не чувствовал. Собрав лаву с тестовой станции по обработке рут, я вылил ее перед вентиляторами сортировочной станции. Завершая тем самым свою сложную, но успешную миссию. Финальные виды изменения монстра. Я пришел к тому, к чему и стремился. Совершенство. Листопилка и сортировочная станция работали почти автономно. Однако, я столкнулся с другой проблемой. Превращение бревен в уголе оказалось делом куда более медленным, чем я рассчитывал. Особенно, если обрабатывать сразу целый стак. Замедлять ленту показалось не самым удачным решением. С целым стаком бревен результат был нестабильным. Но выход оказался на поверхности. Я просто заменил латунный шлюз на эндезитовый. Теперь все пошло как по маслу. Но сейчас задача была реально сложная. Нужно было накравить весь получаемый уголь в горелке, чтобы паровой двигатель работал на полную мощность. Для следующего шага я собрал еще несколько айтем-двигателей, чтобы скрафить механические руки. Первую руку я сделал специально для теста, но перед этим пришлось расширить водяную платформу, чтобы было место для нового цеха. Используя инструмент рыбы, я увеличил популяцию своих кошек. Пояснительная прикада, зачем я это делаю. Во-первых, кошки лучше. Во-вторых, ты что, смеешь спорить? Ну и в-третьих, кошки отпугивают фантомов, а фантомы меня жутко бесят. В-четвертых, кошки лучше. Ночью я обернул ленты вокруг парового дружка. Затем все свои запасы редстоуна потратил на натирание кварца, чтобы создать полотунные шлюзы. Почему именно их, честно говоря, сам не знаю. Что-то подсказывало мне, что это правильный шаг. Когда шлюзы были готовы, я взял их в руки и начал экспериментировать, пробуя настроить их. Оставшиеся сутки я потратил на то, чтобы протянуть валы и обеспечить механизмы энергии. И наконец, все заработало. Механизмы начали функционировать. И это ощущение совершенного дела принесло мне удовлетворение. Размножив кошек, я вновь занялся программированием меха рук и дбл к ним вращение. Но выглядело это все чертовски ужасно. Да и руки двигались слишком медленно. Медленная длина и ускорить их я не мог, так как посылал с перегрузкой системы. Чтобы не крашнуть мир к херам, я заменил некоторые латунные шлюзы на андезитовые. А затем я понял, этот завод будет работать вечно, если поменять источник энергии для рук. Вместо колеса подключил их к двигателю. Я кей-ей-ей. Дальше я снес устаревшую систему Роскона для автособирателей картошки. Ведь теперь-то у меня был контроллер вращений. Я спустился в пещеру, чтобы добыть камешков, ведь весь андезит иссяк. Кстати, с неудержимым я избавился от проблем с поиском и добычей андезита. Но появились другие проблемы с открывающимися источниками воды, сносящими рельсы. Но, будучи с ресурсами, я наконец-то сделал вентиляторы. К ночи я закончил с ускорением вращений для автосборщиков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!